Спрашивали хлопок, слышали? Я говорю, не слышала. Я слышала, как будто на пол что-то падало. И такой вот, прям такой, знаете, вот так вот как-то. Квартира Татьяны находится этажом ниже. Дома она была не одна. С внучкой и мамой, у которой 28 февраля день рождения ей исполнился 91 год. Подготовиться к застолью спокойно не удалось. Примерно в 16 часов в комнате пожилой женщины запахло дымом. Татьяна побоялась за состояние домочадцев, вызвала скорую и пожарных. Маму и внучку вывела из дома. В злополучной квартире, рассказывает она, жил 60-летний мужчина с пожилой матерью. Скажем так, он человек очень замкнутый. Он нигде не работал многие-многие годы. Он был, ну, мне кажется, там что-то с психикой было неладно. Потому что, когда я достеклила балкон, он устроил такой, я сейчас милицию, я сейчас всех вызову. А после этого, вот где-то года три назад он ко мне заходил даже. Но я с ним разговаривал как с больным человеком. Спасателям пришлось выбивать дверь. К счастью, пожар был не сильным. Его потушили буквально за пять минут. Как сообщили в пресс-службе МЧС, площадь возгорания состояла 4 квадратных метра. Спасателями было обнаружено тело 61-летнего хозяина квартиры с огнестрельным ранением груди. По данному факту, Московским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина проживал в квартире один. Злоупотреблял спиртным. Во время возгорания квартира была заперта изнутри. Основная версия произошедшего – суицид. Случившееся шокировало соседей. Однако они знали, что в доме есть оружие. Отец мужчины был охотником. Спиленный самодельный обрез, как вот я послухал, самодельный обрез. Так, наверное, у охотников проверяют как-то оружие. Уж этого овса нету тысячу лет. И если нездоровый человек, и если оружие в доме. Что случилось с остальными обитателями квартиры, соседи не знают. В любом случае, все точки в этом деле расставит Следственный комитет. Дина Ислева, Дмитрий Ефимов, Телекомпания «Город».